Здравствуйте! Меня зовут Ольга. Я молодая пенсионерка, переехавшая жить из Москвы в Варну. На этом канале рассказываю о различных аспектах жизни и отдыха в Болгарии. Меня постоянно просят рассказывать о ценах на продукты в Болгарии. В сентябре я делала обзор цен в магазинах Lidl. Сейчас приглашаю вас заглянуть в Kaufland. Пошли! Пошли! Kaufland – это немецкая торговая сеть, которая входит в десятку крупнейших в Европе. Первый супермаркет Kaufland появился в Германии в 1984 году и начал быстро завоевывать покупателей. Прежде всего своей торговой политикой. Товары с низкими ценами и высоким качеством. В 1998 году Kaufland вышел на европейские просторы. Был открыт первый магазин в Чехии. Сегодня кипермаркет и Kaufland успешно работают во многих городах Австрии, Чехии, Черногории, Сербии, Хорватии, Болгарии, Румынии, Турции, Польши и Украины. В них можно приобрести не только продукты, но и все, что может пригодиться в семейном хозяйстве. Ботовую химию, косметику, средства гигиены. Аксессуары для дома, сада, автомобилей, пикников и отдыха. Детские игрушки, одежду и вещи для детей и взрослых. Корма и аксессуары для домашних питомцев. Цены в болгарских магазинах Kaufland, естественно, в левых. Поделите на два, получите в евро. Осенний изобилие овощей и фруктов. Значит, это все опять-таки прошло проверку на качество в Kaufland. И предлагаются акции, то есть скидки на различные сорта груш. Два вот тут я вижу. И очень много яблок сортов. Разные цены, но, видимо, это зависит от цены на сорт. Так, дальше. Любимая тыква. Матильда. Вот сейчас такая хорошая скидка предлагается. Китайская капуста. Огурцы. Это то, что в Болгарии называют красавицы, потому что есть еще и маленькие, которые мы называем огурцами, а у них это корнюшонные. И айва. Период айвы. Лично меня порадовала очень цена на лимоны. Турецкие лимоны. Я их много покупаю, и они у меня хорошо идут. Ну, немного о хлебе. Это хлеб, который пекут прямо в магазине, в Кауфланде, в пекарнях. И на этой неделе, вот видите, скидка на булочки из белой муки с узамом, на круассаны. Дальше кашковалка. Дальше кашковалка. Кашковалка, это в тесто подмешан уже сыр натертый. Вот эти маленькие багеты мне очень нравятся. Я их беру все время. Они из неочищенного зерна. И вот видите, такого цвета не белая мука получается. И там еще подмешаны семена, кунжута, семечки. Они очень вкусные. Так, сельский хлеб. Честно говоря, не знаю, ни разу не брала. А вот этот хлеб мне очень понравился. С семенами подсолнуха. Очень вкусный. И я его даже уже вот три раза успела взять. Я его и в тостере делаю, и так ем просто удовольствие. Вот для сравнения хочу обратить внимание. Значит, такой дешевый хлеб из белой муки. Видите, цена какая. Да еще и со скидкой. Ну, каждый выбирает, да, качество. Так, дальше здесь вот, кстати, можете посмотреть цена на муку. Но опять-таки, это обычная белая мука из очищенного уже зерна. Выбор маслин всегда очень большой во всех магазинах Болгарии. Ну, вот на этой неделе, видите, скидка на два вида маслин. Посмотрим на мясо и мясные продукты, которые, как здесь вот заявлено, опять-таки, прошли проверку на качество в Кауфландии. Так, говядина, вернее, даже телятина. Здесь написано, что это от молодого теленка. Вот такая цена получается. Практически 19 лев, то есть 9,5 евро где-то. Свинина, уже замаринованные кусочки, свиные котлеты. И свиной фарш. Так, куриное филе. Вот такая цена. И так, сырые колбаски, да, которые надо готовить. Дальше шунка. Видите, здесь кусочки для тостов. И килограмм, эта стоимость получается. И шунка из говядины. Премиум. Ну, я так понимаю, что там больше мяса, судя по цене. Ну, и вот еще один вид шунки. Тоже, видите, цена различается. И свиное филе. Вот в таком виде тоже. Видите, очень хорошая скидка. Предлагается на этой неделе. И вот еще хочу вам показать. Скидка на свинский бут. Это верхняя часть от ноги. И нэнский бут. Это вяленая часть ноги. И вот это действительно хорошее эллинское качественное мясо. Вяленое. И хорошая скидка на него на этой неделе. Так, говяжий фарш. Цена за упаковку указана. Вот эта крупная. 400 грамм килограмм. Стоит почти 11 лева. Ну, и свинский свиной шницель. Вот, тоже цена за 600 грамм килограмм 8,5 лева. Ну, а вот пример совершенно других цен. Ну, уже по названию понятно. Народный салам. Народная колбаса. И вот ещё что-то типа наших сосисок. Вот. Ну, понятно уже, значит, какой состав там может быть, какое качество. То есть, курица целиком, без внутренностей. Это цена за килограмм. И куриные ножки. Тоже цена за килограмм. Так, это куриные ножки уже без кости. И куриные крылышки. Тоже цена идёт за килограмм. Печень куриная. Это цена за килограмм. Она замороженная. Немного рыбного и морепродуктов. Давайте посмотрим, что нам предлагают. Вот такая цепура греческая. Скидка хорошая, да? Неплохая скидка. Это у нас части осьминога. Вот это форель, насколько я понимаю. Хиомга построва. И креветки большие, аргентинские. Так, хек. Филе стоит 11 лев килограмм. А вот хек уже почищенный, но на кости. И замороженный 4 лева килограмм. Ну и вот, что можно приобрести на этой неделе из молочных продуктов по скидке. Так, молоко прясное, свежее, обычное молоко. Вот это молоко уже кислое, киселомляка, причем хорошего такого качества. 4,5% жирности. Получается, что чуть-чуть больше килограмма. И вот такая цена. Так, заквасена сметана. Это то, что мы называем сметаной. Продукт для болгар очень такой новый и достаточно дорогой у них идет. Вот это тоже свежее молоко. Здесь пакет 2 литра. И цена, ну вот вы видите, какая. Масло французское со скидкой у них в этот раз. Ну и яйца 6 штук. Такая цена, лев 15. Ну и напоследок. Сумасшедшая суббота. Эти товары можно купить только в эту субботу, вот по таким ценам. Значит, котлеты семейные готовить на гриле. 6,5 лево. Яйца большого размера. 6 лево, да, 30 штук. Оливковое масло. Литр за 6 лево можно приобрести. И пиво. Литр за лев 40. Цены в болгарских магазинах Кауфланд, естественно, растут. Но растут очень медленно. Например, вот эта киселомляка, расфасовка килограмм, как стоила в январе этого года, 3 лево 89 статинок, так и в октябре. Такая же цена. И на акциях скидка одинаковая, как в январе, так и в октябре. Ну, это в левых. В рублях картина, конечно, печальнее. Вместе с падением рубля, для тех, кто получает доходы в рублях, цены возрастают гораздо быстрее. Если вас интересует свежая и достоверная информация о жизни в Болгарии, заходите на мой канал. Подпишитесь с колокольчиком. Ставьте лайки и присылайте в комментариях темы для новых видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!